В ЗАГСобрании региона приступила к работе согласительная комиссия, участники которой в течение нескольких дней рассмотрят основные аспекты проекта закона об областном бюджете на 2016 год и сформируют предложения по поправкам ко второму и третьему чтению. Отметим, что согласительные процедуры проходят в форме публичных слушаний, в которых может принять участие каждый. В работе комиссии принимают участие 30 депутатов законодательного собрания Свердловской области, 30 представителей правительства региона, представителей Счетной палаты Федерации профсоюзов, Совета глав муниципальных образований, бизнес-сообщества, главы крупнейших муниципалитетов региона. В первый день работы согласительных процедур рассмотрен прогноз социально-экономического развития Свердловской области на среднесрочный период 2016-2018 годов и прогноз поступлений в 2016 году доходов в консолидированный бюджет Свердловской области и в областной бюджет. Эти документы являются фундаментом бюджетного планирования. Объем валового регионального продукта Свердловской области в 2016 году составит 1 триллион 940 миллиардов рублей. Как отметила заместитель председателя правительства Свердловской области министр финансов Галина Кулаченко, при расчете законопроекта об областном бюджете на 2016 год, принятого в первом чтении, предусмотрены доходы в сумме более 173,5 миллиардов рублей. Бюджетов муниципальных образований в сумме почти 120 миллиардов, причем больше половины этой суммы поступят в местные бюджеты из областного. Как уточнила глава финансового ведомства, все механизмы поддержки муниципалитетов будут работать, как и в предыдущие годы, а объем финансовой поддержки останется на уровне прошлого года. Участники согласительных процедур приняли решение на заседании рабочих групп еще раз рассмотреть все возможности, которые существуют сегодня по увеличению ряда налоговых доходов, в том числе и в разрезе муниципалитетов. Напомним, что мобилизация доходов, проведенная областными властями в текущем году, позволила дополнительно изыскать в консолидированном бюджете региона порядка 9 миллиардов рублей. Как пояснила спикер Заксобрания региона Людмила Бабушкина, бюджет региона рассчитывается так, чтобы учесть все аспекты развития Свердловской области. Было понятно, что без развития региона мы не сможем дальше двигаться в решении социальных вопросов. Поэтому вот эта сбалансированность просто необходима, к чему мы и идем. И все это предусмотрено в проекте бюджета. На первом заседании согласительной комиссии также были подробно рассмотрены наиболее финансово емкие государственные программы Свердловской области. Затем участники комиссии разделились на рабочие группы. В ходе работы над бюджетом отмечено, что он сохранит вектор поддержки и развития уральской промышленности. Основные меры стимулирования индустрии и науки будут сохранены и профинансированы. На планируемый период 2016-2017 годов объем финансирования программы развития промышленности составит почти полтора миллиарда рублей. В том числе 355 миллионов рублей будет выделено из областного бюджета. При этом общий объем средств, предусмотренных действующей госпрограммой на развитие промышленности и науки до 2020 года, превышает 22 миллиарда рублей. В том числе более 4,5 миллиардов – это средства областного бюджета. Как отметил министр промышленности и науки Свердловской области Андрей Миссюра, вопрос развития отраслей промышленности крайне важен для сохранения промышленного потенциала региона и повышения конкурентоспособности уральской продукции. Поэтому программа предусматривает предоставление предприятиям субсидий на компенсацию процентов по кредитам. Данный инструмент поддержки может стать стимулом для реализации 36 инвестиционных проектов в 17 муниципалитетах региона. Отдельное внимание будет уделено развитию науки и инфраструктуры инноваций в регионе. В частности, госпрограммой на 2016 год предусмотрено предоставление субсидий организациям, входящим в титановый кластер, предоставление субсидий резидентам технопарков на производство инновационной продукции и иные мероприятия. Также ведется поддержка научной деятельности, в частности, через выплату премий губернатора Свердловской области и Демидовских премий. Отметим также, что в сфере поддержки и развития промышленности отраслевым министерствам предусмотрено предоставление нефинансовых мер поддержки. Специалисты министерства продолжат работу по содействию предприятиям в подготовке и подаче заявок на предоставление федеральных мер господдержки, проведение мероприятий, направленных на развитие внутриобластной научно-производственной кооперации. Кроме того, продолжится работа по содействию в привлечении льготных банковских ресурсов, а также по выходу уральских промышленников на внешние рынки. Министр строительства и развития инфраструктуры Свердловской области Сергей Бедонько на заседании Согласительной комиссии Заксобрания по проекту закона о бюджете региона на следующий год рассказал об основных направлениях исполнения в следующем году госпрограммы «Реализация основных направлений государственной политики в строительном комплексе Свердловской области до 2020 года». За счет всех источников финансирования для реализации мероприятий госпрограммы в 2016 году предполагается направить более 18 миллиардов рублей. Сергей Бедонько сообщил, что основные бюджетные инвестиции будут направлены на завершение ранее начатых объектов капитального строительства, осуществление мероприятий по переселению граждан из аварийного жилья, развитие моногородов, предоставление финансовой поддержки отдельным категориям граждан для обеспечения жильем и создание инфраструктуры к чемпионату мира по футболу в 2018 году. В рамках исполнения указа президента Российской Федерации по доступному жилью запланированы мероприятия по обустройству площадок жилой застройки внешними инженерными сетями. Будет завершено строительство магистральных сетей к микрорайону 24 в городе Новоуральске. В 2016 году сохранится уровень текущего года по строительству и приобретению социального жилья для детей-сирот. Продолжится оказание финансовой поддержки многодетным семьям для приобретения жилья. В расходах Минстроя предусмотрены средства на развитие инфраструктуры столицы Урала. В частности, будет завершено строительство подземной автостоянки под улицей Татищева. Начнутся работы по подземной автостоянке у Дворца молодежи. Будет осуществлен снос строений с территории, прилегающей к центральному стадиону для размещения временных сооружений в период проведения чемпионата мира. Если говорить о расходах города Екатеринбурга в разрезе областного бюджета, то на сегодняшний день предусмотрены достаточно большие средства для того, чтобы город Екатеринбург имел возможность решать многие вопросы. Это и дорожное строительство. Предусмотрено 2,5 миллиарда на решение этих вопросов. 1,8 миллиарда, собственно, прямое финансирование, 750 миллионов – это расходные полномочия. Дополнительно предусмотрены средства для решения вопросов по социальным льготникам из областного бюджета. Конечно, свою составляющую город Екатеринбург должен предусмотреть. В рамках соглашения с Фондом развития моногородов будут выполняться строительные работы по сооружению объектов коммунальной инфраструктуры для площадки индустриального парка Богословский в городе Краснотуриинске. В сфере образования планируется завершение строительства и ввод школы на тысячу мест в районе Академический Екатеринбурга и школы на 550 учащихся в Верхней Салде. Также будет построен детсад на 270 мест в Верхнем Тагиле. Начнется строительство пристроя к школе в городе Полевском и реконструкции школы в Верхней Пышме. Будет разработана проектная документация по Дворцу технического творчества молодежи также в Верхней Пышме в рамках проекта «Уральская инженерная школа» и проекта для школы детсада в селе Усть-Салда городского округа Верхотурский. В сфере культуры инвестиции планируют направить на реализацию проекта «Эрмитаж-Урал». Для этого реконструируют здание Екатеринбургского музея изобразительных искусств и фонда хранилища. Для сферы здравоохранения планируется закончить разработку проектной документации для последующего строительства родильного дома, женской консультации и отделения патологии в Верхней Пышме, детской поликлинике в Красноуфимске и детской многопрофильной больнице в Нижнем Тагиле. Продолжится строительство детской поликлиники в Верхней Пышме. В сфере физической культуры и спорта осигнования областного бюджета по программе Минстроя будут сконцентрированы на окончании строительства физкультурно-оздоровительных комплексов Красноуфимске, Нижнем Тагиле и Серове, начатых в 2014 и 2015 годах. Также средства будут направлены на строительство ледовой спортивной арены для спортсменов команды «Неоплан» на стадионе «Юность» и хоккейного корта с искусственным травяным покрытием в городе Екатеринбурге. Кроме того, среди спортивных объектов следующего года – крытый ледовый каток в Каменске-Уральском и лыжная база в Тавде. Также запланирована реконструкция спорткомплекса «Синегорец». Очень важно, чтобы, принимая будущий бюджет, законодатели учли и нужды нашего муниципалитета. Ведь Артемовский городской округ пока остается зависимым от областных субсидий. Их острая нехватка чувствуется каждым жителям нашего округа, где в ряду проблем общих, для других муниципалитетов есть и свои особенные, также требующие решения. Нужно понимать, что развитие Артемовского городского округа во многом будет зависеть от результатов выборов в органы местного самоуправления, которые пройдут в следующем году. Даже те, прямо скажем, скромные деньги, которые составят бюджет нашего муниципалитета, необходимо использовать с максимальной эффективностью, правильно расставлять приоритеты в части тех или иных проблем, на решения которых они будут направляться. Это будет зависеть не только от непосредственно местных властей, но и той работы, которую они будут проводить с общественными организациями, предприятиями муниципалитета. Все мы понимаем, что только в тесном контакте можно с успехом противостоять трудностям, прогнозировать появление возможных проблем, строить планы на будущее. Можно по-разному относиться к руководству муниципалитета или региона. Однако важно осознавать, что без нашего участия и поддержки очень сложно реализовать все имеющиеся планы, решиться на сложные, но нужные шаги к изменению Артемовского городского округа в лучшую сторону. Продолжение следует...